В Мариел, впрочем, как и по всей России, продолжается декларационная кампания. Отчитаться о доходах за прошлый год необходимо не позднее 4 мая. Во всех налоговых инспекциях сегодня и завтра день открытых дверей для налогоплательщиков физических лиц. Всего, по данным УФНС по Мариел, налоговые инспекции Республики уже приняли более 23 тысяч деклараций о доходах. Это на 12% больше, чем декларационную кампанию прошлого года. Дисциплинированные налогоплательщики крайнего срока не ждут. Декларацию по налогу на доходы за 2015 год в обязательном порядке должны предоставить индивидуальные предприниматели. Физические лица, получившие доходы от реализации имущества, которое находилось в их собственности меньше трех лет. Те, кто получил доходы от сдачи квартиры или другого имущества, либо дорогие подарки. А также те, кому посчастливилось выиграть лотерею и получить доход. Опоздавшим придется заплатить штраф. Важно помнить, что нарушение сроков подачи документов влечет за собой применение штрафных санкций в размере не менее 1 тысячи рублей. На основании обработки полученных сведений из внешних источников, общее количество физических лиц, обязанных представить налоговую декларацию по доходам за 2015 год, по нашей инспекции, составляет 2700 человек. В настоящее время более 1 тысячи физических лиц исполнили свою обязанность по представлению налоговой декларации. Это 37%. Межрайонные инспекции номер один, которые обслуживают Медведевский, Оршанский и Советские районы, подсчитали. По представленным декларациям сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, уже составила более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Довольно активно налогоплательщики стали пользоваться сервисом «Личный кабинет» на сайте ФНС. Всего в Мариел на портале налог.ру зарегистрированы около 70 тысяч физических лиц. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» имеют возможность направить декларацию 3НДФЛ в электронном виде. При этом документы в бумажном виде дублировать не потребуется. Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц» «Личный кабинет налогоплательщик должен лично с паспортом обратиться в любую инспекцию ФНС России». В налоговой тем временем напоминают. Жители республики, кто обращаются в налоговые инспекции исключительно с целью получения вычетов – имущественных, социальных, стандартных – сейчас могут не торопиться. Такие декларации подаются в течение года. Кстати, нынче в системе начисления налоговых вычетов произошли значительные изменения. Что касается стандартного, вычет на ребенка теперь предоставляют до тех пор, пока доход работника не превысит 350 тысяч рублей. До начала этого года лимит составлял 280 тысяч рублей. Налоговые инспекции говорят, с каждым годом получателей различных налоговых вычетов становится все больше. Чтобы не создавать очередей, декларацию на получение вычета можно также направить бесплатно, не выходя из дома или офиса, через «Личный кабинет» на сайте ФНС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова